продолжаем писать наше приложение планка и в этом видео мы будем реализовывать поведение когда мы поворачиваем телефон на 90 градусов то есть вертикальный режим и в горизонтальный режим что для этого надо сделать для этого нам надо сохранить значение некоторых переменных а потом как бы применить их что для этого делаем сначала вот находим где у нас заканчивается метод on create жмем возле вот этой первой открытой скобочки листаем вниз и видим да вот у нас 2 закрытая скоб 2 скобочка которая закрывается она у нас подсвечивается желтым и на следующей строке жмем сочетание клавиш control о и у нас открывается вот такое вот окно с поиском методом методов им надо нам надо выбрать метод on save instance state не вот этот вот первый который он пост а листаем ниже вот он save instance state жмем окей добавляем две строки и давайте посмотрим какие переменные нам надо сохранить итак когда мы жмем на кнопку старт да у нас запускается таймер и у нас есть переменная вот это буллин из таймер он ее копируем так вот этот метод давайте вставим сюда чуть ниже и вот здесь напишем вот эту вот скопируем а вот стоит копируем вставляем теперь смотрим переменная из тайм он у нас типа буллин поэтому ставим точку он стоит put буллин так и нам надо вот эту вот переменную поместить сюда тут опять же переменные добавляются в паре ключ и значение то есть в в кавычках мы пишем из таймер он потом поэтому будем ключу извлекать значение из переменной из тайм он и кроме того нам надо здесь еще забрать секунды то есть переменную которой отображались секунды на нашем таймере копируем опять же давайте вставим ниже теперь копируем out state . put int int то есть у нас секунды переменная типа int отсюда вырезаем вставляем аналогично в двойных кавычках пишем секунды это будет ключ а а через запятую указываем наше значение так видим секунды у нас патчи выделены красными да потому что программа их не видит давайте мы посмотрим где у нас объявляются секунды int second вот это int удалим скопируем и объявим секунды вот здесь int second . запятая и все после этого ошибка у нас исчезла теперь нам надо извлечь значение этих переменных то есть вот этот код означает что когда телефон будет повернут в горизонтальный режим то значение вот этих переменных из таймер он и секунд сохранится вот здесь теперь нам надо эти значения извлечь а извлечь мы будем извлекать вернее мы будем вот здесь давайте добавим несколько строк то есть что у нас происходит вот здесь у нас мы получаем из интента значение day и к секундам прибавляем число дней умноженное на 5 тут мы получаем секунды это при переходе из первой активе ти во второй теперь же мы реализуем поведение когда секунды у нас получают не из предыдущего активе ти а при повороте это этого активе ти то есть пишем и в сейф instant state не равно нулю тогда выполняется какой-то код извините конечно тут не нулю анал то есть если сейф и сейф и instant state не пустой то есть если он у нас существует то есть выполнился вот этот код тогда у нас существует следующее так где она тогда у нас секунды вот эти вот секунд равны равны сейф и instant state . get int то есть получить значение интеджер по ключу секунд то есть в двойных кавычках пишем секунд у нас эти названия просто совпадают но вот смотрите вот эти вот это значение которое в кавычках видим да кей написано должно совпадать вот с этим значением которое тут написано и точно так нам надо получить значение вот это из таймер он копируем и вставляем сюда и теперь значение перемены из таймер он должно быть раму аналогично сейф и instant state . get буллин так как это у нас значение буллин и по ключу получаем из таймер он в конце . запятая то есть если у нас существует вот этот вот был поворот экрана то значение секунд берем отсюда да если же поворота экрана не существовало то этот код не выполнится и значение секунд мы получим отсюда сначала мы получим intent а потом установим значение секунд запустил я приложение на телефоне и давайте посмотрим что у нас получится так давайте жмем второе упражнение у нас есть 20 секунд жмем старт пошел таймер обратного отчета секунды отчитывается допустим у нас сейчас 13 секунд поворачиваю телефон но все равно у нас как бы таймер сбрасываются на 20 до поэтому давайте продолжим после того как мы внесли эти переменные при повороте экрана у нас сохранились значения и секунд и сохранилось значение таймера но в ходе нигде не указано что таймер надо стартовать ну или продолжить да с тем значение секунд которое было давайте прокрутим кнопку вниз и вот у нас есть код который начинается вот кнопка стартовать таймер начала и кнопка стартовать таймер конец давайте вот из метода btn старт таймер нам надо вырезать вот это если таймер включен то должен выполняться какой-то код давайте тут его повторим if вот смотрите да мы вот тут передаем значение этой переменной давайте скопируем if is timer on то есть если код включен вернее не код а таймер то что мы должны сделать мы должны установить текст на кнопке стоп вот это копируем и мы должны запустить таймер countdown timer start тоже копируем вставляем и давайте проверим открываем второе упражнение 20 секунд нажмем старт идет обратный отчет поворачиваю экран и смотрим кнопка старт у нас уже стала кнопка стоп идет обратный отчет но все-таки секунды начинаются вот не с того места допустим сейчас 987 секунд а начинают сначала то есть там 19 20 17 давайте сейчас исправим теперь смотрим значение секунд у нас устанавливается вот тут либо тут но после этого значение этой переменной нигде не меняется давайте скопируем значение этой переменной и вот здесь где у нас идет countdown timer то есть значение таймера меняется каждую секунду то у нас вот это вот значение секунд надо каждую секунду уменьшать на 1 то есть вставляем seconds минус минус и теперь наши секунды должны изменяться динамически да то есть при повороте экрана значение секунд не должно сбрасываться не должно сбрасываться давайте проверим опять включаем второе упражнение запускаем таймер и смотрим секунд 17 16 15 поворачивая и ничего не произошло возвращаемся к коду не смотрим где у нас устанавливается значение секунд вот если мы повернули экран то у нас передалось значение секунд сюда да у нас там тут например хранится 13 секунд но потом вот тут опять извлекается значение из интента и секунды их значение переписываются а потом они вот цветами устанавливается в таймер что сделать чтобы этого не было вот тут после if мы добавляем блок кода else вот так вот и вот это вот помещаем внутрь этого блока так и еще у нас переменная дэй подсветилась красным тоже ее копируем перемещаем наверх вот тут удаляем инт и смотрим сюда то есть как у нас работает код если у нас существует значение после поворота экрана то выполняется этот код если этого не существует то у нас вот выполняется этот код то секунды берутся у нас из интента до этого же мы у нас выполнялся и этот код и этот то есть мы передали секунды но потом их значение опять было переписано поэтому вот когда добавляете новые фичи это очень частые ошибки поэтому я вам так детально и показываю после каждого изменения желательно запускайте код и смотрите как работает ваше приложение так как ожидалось либо что-то в нем поменялось давайте опять проверим запускаем второе упражнение нажмем старт пошел обратный отсчет поворачиваем и смотрим секунды продолжается 14 13 12 поворачиваем 10 9 8 но теперь обратите внимание на прогресс бар да теперь мы видим что значение прогресс бара у нас не сохраняется то есть изначально одна секунда занимает скажем так одну двадцатую часть потом я поворачиваем он опять устанавливается в ноль и прогресс бар уже совсем по-другому доля каждой секунды учитывается а теперь осталось еще 3-4 секунды а при прогресс бар был полностью заполнен теперь исправляем это поведение возвращаемся к коду и находим строчку кода где у нас вот прогресс бар устанавливается в макс максимальное значение и смотрим вот тут ему передаются секунды тут же секунды отнимается то есть каждый раз после поворота экрана у нас значение секунд будет сначала 20 потом 10 и так далее то есть прогресс бар будет занимать сначала 20 делений 10 5 и так далее поэтому отсюда эту строку вырезаем и вставляем ее вот сюда то есть вставляем ее туда где мы получаем intent и рассчитываем секунды первый раз то есть вот здесь значение прогресс бара будет максимальный тут например мы получили первый раз 20 секунд секунды рассчитали первый раз и значение прогресс бара будет максимальным открываем день 2 жмем старт и так пошел обратный отчет и давайте следить за положением прогресс бара поворачиваем и у нас он как бы стартует все равно сначала поворачиваем еще раз видим да что происходит ну что же давайте исправлять и это поведение что делаем сейчас теперь копируем вот эту переменную к вам прогресс бар копируем переходим самый низ и тоже ее вот здесь нам надо передать то есть и тут к вам прогресс бар на 3 помещаем вон сейф инстант стоит потом там же где мы извлекаем вот здесь вставляем меняем секунды на каунт прогресс бар теперь далее вот тут там где у нас секунды передаются до секунды у нас каждый раз обновляются поэтому давайте изменим этот код вот так вот это отсюда вырежем вернее скопируем вставим сюда и прогресс бар макс вообще полностью вырежем из кода if а вставим вот сюда так и вот это вот значение day тоже вырезаем отсюда и вставляем вот здесь так хотя наверное это надо вставить выше комментария потом комментарии поправим так вот так вот и давайте запустим посмотрим что у нас получилось запускаем второй день жмем кнопку старт и поворачиваем телефон и обращаем теперь на прогресс бар как видим все работает теперь как надо время уменьшается и прогресс бар не сбрасывается у нас а как бы прогресс продолжается на этом все продолжим в следующем видео